итак всем здравствуйте еще раз и сегодня мы с вами я надеюсь закончить есть сегодня получится хочется немножко захватим следующего занятия нарисуем пламя свечи за нарезку елочку бусики ну вот осталась нам приятная детализация основное мы уже сделали кто-то кто-то помнит но что-то вот такие были а может и есть даже а это спрашиваю что вот это такое это вот эти вот волосики как бы на мишур они мишура вот вот такие вот блестяшечки я думаю чего чем продолжать и сейчас мы с вами наверное начнем с главного пламени свечи чтобы уже у нас свечки загорелись и все остальное уже будем спокойно делать пока вот у нас силу как раз вот зачем с красной свечки и тут у нас нужно сделать серединку сначала а потом сделаем само пламя тоже воск расплавленный можно немного с белилами красная тоже такое розовенькое получится вот там внутри вот этот вот воск расплавленный слегка розы как помните как мы здесь делали но здесь посветлее побелее потому что она пониже стоит мы видим вот эту внутренность а тут меньше поэтому вот тут розовая с переходом чуть более темная то есть такую растяжку от светло-розового даже кромочку тоже розовеньким которые оставили но тут не оставил ничего не важно делаем краешки чуть посветлее вот здесь вот вот здесь и вот здесь а здесь оставляем достаточно темно почему потому что сейчас мы зажигать огонек и сейчас мы здесь высветлим то он будет теряться и если на натуру посмотреть вот здесь вот у нас сзади пламени чуть темнее а краешки вот эти вот освещены поэтому вот ближе к кромке светло-розовый чуть подальше потемнение и там у нас есть еще такой переход от вот этого донышко условно говоря донышко в котором как раз и расплавленный воск и вот эта стенка тут такая граница она не сразу видно но тем не менее она есть такая вот линия я делаю ее бордовым и немножечко размывают наверх чтобы все таки вот переход от плоскости горизонтальной плоскости вертикальной немножечко читался чтобы видно было что там у нас а вот эта кромочка делается наоборот темным и чуть вот краешек самый краешек вот тут засвечен можно прям белилами пройтись по саму кайту то есть горит самая кромочка освещена как бы толщина вот этой стенки она наиболее сильно освещена пламенем свечки наши и поэтому чуть белую такую полосочку очень тоненькую сейчас у кого кто нуждается в белилах можете взять у меня тюбик белил и такая вот видите вот тут вот кромка как раз прям светящийся прям под самым пламенем это позволит нам подчеркнуть то что свечка горит единственное что советую немножко солимонкой помешать белила чуть-чуть добавить оттенки потому что сами белила чистом виде смотрится как белый лист примитивно когда белила немножко добавляешь какого-то цвета то начинает вот эти белые места как бы сплавляться в живописную среду и дают нам именно тот оттенок белого который нам нужен в данный момент вот здесь вот немножечко так как пламя свечки теплая то лимонный немножко с белилами вот этот засветится вот таким вот теплым вот например здесь блики мы будем делать белила немножко с голубым потому что холодный блеск вот у этого серебра а вот здесь вот с теплым пламенем свечи немножко подсвечиваем лимонным и бельёным все сильно не надо слегка вот думаю узорчик мы немножко наметим на свечки или как мне кажется будет симпатично если мы немножко вот поработаем с узором на свечке но это потом я на будущее сейчас на пламя не занимаюсь и вот тут у меня вымалось белое получилось вот такие вот места надо просмотреть украсть ухо сейчас это занятие что рано прям около свечки немножко такая размытая рваненько получил сразу походу исправляю недоделки тут прям темная тень за свечкой дальше пламя сама ладно если кто тенью занялся может сделать пламя и а этой схеме можно в принципе всегда делать пламя свечки и никогда не ошибетесь она всегда похожа горит примерно по одной доске есть это свеча да не горелка какая-нибудь свеча сначала делаем фитиле прям черным не стесняюсь черной красочкой прям от этой кромки вверх миллиметров на 5-7 вот такой петель очи да небольшой ну чуть можно чуть подлиннее чуть-чуть на конце фитилька такой красный красную точечку по поярче прям на конце вот этого красный или оранжевый дальше прям рядом с ветерком ореольчик не закрашивая вот небольшой вот такой вот ореол светиль он прям прозрачный а вот за этим ореолом идет такой видели как ну естественно видели до газа плита газ горит голубые вот такой вот голубой голубой чуть можно добавить фиолетового немножечко да в этот голубой чуть-чуть добавляем фиолетового и немножко белил чтобы он перекрыл на фон и делаем вот такой вот ореольчик но не вплотную к фитильку а как бы с небольшим отступом вот голубой такая шапочка голубая но не прямо на фитиле а отступить миллиметра два от него и сделать такую голубую шапочку тут очень мелко я даже покажу покрупнее немножко спасибо цикл один бумаг повторить на втором можно в принципе да можно и здесь сразу также делать ну давайте давайте так и сделаем тоже фитилек сразу на второй свечке он чуть потолще потому свечка ближе к нам чтобы да совершенно верно чтобы несколько раз на замеса не делать те же кисточкой туда создали также красная точка на конце говорил здесь пламя немножечко чуть может побольше из-за того что рядышком потому что нет вообще нет не прикасается как бы вот такой шапочка не касаясь эти лёчка дальше берем оранжевый с желтым оранжевый с желтым и чуть-чуть в этот добавляем белье оранжевый желтым с белилами белила нам нужно чтобы да прям сливаем с этим синим с белилами с синеньким сливаем как бы сливно вот это должно быть вот над синим и как бы сливаем синим чтобы не ред не резкий переход был делаем такой дугой не просто вот таким треугольничком а дугой 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 как бы обнимает вот эта голубая дуга этот фитилек но не прислоняется к нему да 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 например вот как как пламя свечи делаем голубой это нижняя часть пламени она не такая горячая кстати на кончике дальше идет такой же такой же ореол только из лимонной желтой и белил лимонная желтая и белила лимонная желтая белила если теряется например здесь то побольше белил побольше денег чуть поменьше лимонки побольше белил и дальше вверх вытягиваем ламя тоже белила и уже меньше лимонной краски мы все равно поменьше если пламя будет немножко такое рваненькое то это не плохо и тут то же самое даже если она немножко потерялся ничего страшного внутри мы сейчас сделаем белыми лимонная желтая белила и тут сейчас работаем чистыми белилами вот это вот как раз центр самый пламени самый такой горячий прям белила внутри раз внутри вот этого пламени прям чистое белила и здесь вот этот вот белый язычок который в середине краешками поступил предложение до рисовать параллельно белый прям посредине и они видите ли высокие вот эти огонечки а здесь я сделал ведь у меня небольшая композиционная ошибка прям край свечки идет пламя поэтому я чуть-чуть свечку расширила сюда чтобы меня не совпадали края и чтобы пламя выделялась постараемся прям вокруг пламени сделать чуть-чуть потемнее вот здесь вот около пламени вот эти границы эти бачка чуть-чуть тонем чуть потемнее розовенькие которые мы здесь прокладывали пламя прям выделилась загорелась и от него и справа и слева вот эта кромка освещенной пламенем тоже горит прям вот здесь тоже вниз то что освещено свечкой этим огнем звуков помните да вот здесь вот мы сделали звуков посветле здесь тоже но это не все касается пламени хорошо очень важно чтобы вот этот вот язычок внутри прям был прям белым белым прям постарайтесь из чистого места взять и потому что именно это будет определять это вот горение ваше кто работа без белил прям на протереть очень хорошо ли это оставленное место некоторые акварелисты работают с резервом так называемым ну и такая резиновая масса которая закрывает теми с места которые мы не планируем запрашивать да по вон так светлана резервом вот и здесь хочу чуть-чуть потемнее сделать розовенькие чтобы выделилась . помочку оставляем и вот здесь у нас не хватает цвета для навозки который там расслаблены под пламенем чуть по цвету вот здесь водка и еще вокруг свечек такой видите светлый ореольчик у нас вот его надо сделать осторожно чтобы не сильно размывать фон потому что он должен быть теплый такой берем белила желтую красочку должен получиться такой очень приятный песочный оттенок водички достаточно потому что он хоть и светлый но достаточно прозрачный и прям вот так вот аккуратненько делаем лессировку мы уже с вами говорили что такое лессировка если сильно размывается нижний слой то мы должны его просушивать ну то есть вот сделали лессировку пусть немножко просохнет поверх сделаем вторую лессировку и не только вот на темном фоне делаем вот это свечение но и вот здесь тоже раз подкрасили этой лессировкой и стараемся чтобы не было штрихов как у меня вот эти вот штрихи стараемся их как-то разбавить или убрать или сухой кисточкой есть такой прием когда остаются морские но часто их используют nosly жил здесь простухой кисточкой вот так вот растереть пушистой сухой кисточкой простираем от эти мазочки частых вот этот прием используют кстати полях и доски на иконы растирает маски на таким образом почему картинах особенно менять его и маслины мы прям смотрим где мазок да пока еще не высохла вот это вот пушистой сухой кисточкой растираем мазки Ну, в акварель так и редко бывает. Бумажка должна впитать, не размывать предыдущий слой, и на лисеровке должны идти кладкой без этих мазков. Но тут так. Нужно, конечно, использовать и хорошую бумагу, и краски. Вот. И, соответственно, на нижней свечке делаем то же самое. Такой ореол. Желтая, с белилами. Раз. Вот тут лучше, потому что не такой густой слой. Тут, конечно, лучше. А кто работает без белил, просто растирают эти наставили. Или еще что-то делаю. Потому что в данном случае вы работаете с белилами. И как бы я это делаю без белил, вот сейчас мне сложно сразу походу сориентироваться. Контур самого огонька слегка, слегка размыт. Прямо на самом-самом кончике, чуть не совсем белила, а такой желтенький. Вот на самом-самом кончике вот здесь вот пламени. Раз. Размыть надо, мне не нужно. Вот, давай, давай, давай. Светящиеся такие. Очень-очень осторожно, чтобы сильно не размыть фон. Такие светящиеся нимбы у нас под свечами. Здесь чуть потерялись эти морщинки, которые дают стенки свечей, когда печка плавится. Подсеков у этих свечей особо нет, как-то они горят все внутрь. Вот эти большие свечи, это тоненькие свечи часто дают, вот эти подсеки. А вот большие свечи, они как-то сгорают. Очень часто, кстати, в них фитилек заплевываются, начинают в этом паротене. Да. Ну вот мы с вами сделали, зато самое, прям, самое сложное. Сейчас я уже смотрю, еще отлично, мы отсыпем. Что-то происходит. Повыше, повыше, повыше. Ну и ладно, ничего, немножко краешек разветосорами. Да, чуть-чуть, чуть-чуть. Прямо такая тела еще побелее. Ну ничего, это там. Сейчас издалека увидела немножечко, у меня пламя получилось маленьким. Чуть-чуть, может, до первого. По сравнению с этим, малоглатым. Чуть-чуть я его, или ничего. Чуть-чуть. А вот тут вот краешек, да, желтый лимон. Ну так вот что. Ладно, следующий этап. Рисуем. Давайте снежок, что ли, нарисуем сейчас, вот этот вот, на раме лежащий. Белила с синеньким. Прям с синеньким и даже с темно-синеньким. Вот здесь вот у нас лежит снег. Да, белила с синеньким. Такие точки. Ты-ты-ты-ты-ты. И там за занавески тоже. Довольно темно. Там за свечкой темно. Вот немножечко свет больше падает вот здесь. Рыфлый такой снежок. И где-то есть... А, еще ближе вот к этой раме он как бы поднимается. Ближе к боковым рамам поднимается. Синенький или светлый? Прям темный. Не надо его сильно, чтобы он прям очень яркий был, не надо. Единственное, что там снежинки блестят. Снежинки блестят, и поэтому какие-то вот кисточки вот такие вот там. Немножечко. Чуть. Это белила у меня с лимонной краской. Ну, голубая вмешалась случайно. Тут просто мне чуть поблескиваю. Вот это. А здесь у меня же висит, как-то тебе, да? Потому что он отошел? Да нет, это же там, на улице. Толщина рамы. Не отошел. Вот она. Толщина рамы с моего стеклопакета. Вот она. Растираю немножечко. Угу. 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 Берем бордовый и ухру красную и сделаем узорчики. Кто хочет, может их делать произвольно. Но тут такие вот вензеля, белые и желтые. Вензеля такие. Как сердечко получается. И второй линии по контуру. Здесь у нас такая ромашка. Цветочек такой. Так, вот здесь темненькая. И еще раз выходит вот этот вот вензель оттуда. Еще один. И здесь тоже. Раз. Вниз идет. Здесь условно какими-то темными линиями не видно. Да. За елочкой у нас будет. Ну что, чтобы надо тоже сделать. Так. С этой стороны тоже интересно. У нас раз туда вензелек пошел. где засвет такой. У меня нет такого. Это коричнево-красное. Вот примерно вот. Да. А тут такая решеточка. Часто в узорах. Если кто может входил на мастер-класс или в детстве там или когда-то увлекался народной росписью, очень часто эта решетка вообще встречается во всех росписях. А бордовый такой. Тут как бы уже сгорела часть узора, но тем не менее она была. Уже не так видно. Такие морщинки. А тут это же решетка. В тени. Вот поплотнее прям можно сделать. В тени это теневая сторона. Тут прям поверх того, что мы нарисовали, можно сделать небольшую лессировку. За свечкой здесь в обмен можно закрасить потемнее. Чтобы у нас получился рельеф такой. Во-первых, в тени не должно быть таких контрастных узоров. Вот у меня очень контрастные какие-то линии. Поэтому я беру и с водичкой, вот этой же красочкой, просто с водичкой, раз немножко как бы сливаю. Тут наиболее сильно выделяется узор в свету, где эта свечка освещена пламенем вот этой золотой свечи. И немножко даем рельефу. Каким образом? Берем оранжевую краску, белила. И немножко мы сейчас пройдемся, подчеркнем. Оранжевую, белила. И чуть-чуть поверх вот этих темных, побольше белил. И чуть желтенького добавляем в этот замес. Оранжевая, желтая белила. И как бы сверху покрываем вот эти вот рельефчики, чтобы видно было, что у нас... Причем вот со стороны именно освещенные. Вот от этой свечки у нас свет есть, и поэтому вот низ вот этих вот вдавленных узоров мы обводим светленьким, потому что там как раз у нас падает свет. Тоже от этой свечки свет вот сюда. Не так контрастно, но мы уберем немножко. А тут поверху, потому что тут источник света уже другой, это лампочка. Вот эта ромашка внутри тоже. Немножко освещена этой свечкой. Решетка. В тени особо не даем лельеф большой вот белилами. Вот здесь пару линий и достаточно. Единственное, вот здесь можно еще больше, чтобы пламя свечи, свет от свечки как бы выделялся. Вот здесь вот смотрите, вот очень светлое место и можно его прям подчеркнуть. Беру белила с голубой и вот делаю вот здесь. Раз, два, три. Свечка освещает это место наиболее сильно. Оно прям светится. Даже в каком-то месте можно поменьше голубого, побольше белила. Где-то прям рядом с пламени. Прямо внутри вот этого голубого, раз. Немножко больше, да. Вот этих световых оттенков. Они, конечно, есть и здесь, но чтобы особо не путать, чтобы не было вот таких вот пересветов. Сделаем только вот около самого пламени свечи. Раз, зажглось. Чуть вот здесь посветлее, издалека увидела. Вообще подальше отходить от своих работ, чтобы посмотреть на них издалека и понять, где можно поправить. Это освещенная сторона, да, поэтому здесь как бы посветлее. В теневой стороне, соответственно, потемнее. И еще такой момент, лишние контрасты нам тоже вот здесь вот не нужны. Поэтому легкой такой лессировочкой. Раз. Немножко размажем. Соединим. Вот. Сейчас еще посмотрю. Тут посветлее тоже. Небольшая лессировка. Чтобы в целом было понятно, что вот это место у нас освещенное, а здесь уже тень. Вот так вот. Почему таких ярких контрастов мы не делаем на этой свечке? Потому что все-таки вот этот сам свечной столб, он не является у нас главным предметом в натюрмурте, а там можно таких дыр нарыть, что будет отвлекать абсолютно от всего. И от пламени, и от часиков, и от всего сюжета. Потому что по центру это находится. И цвет такой активный, красный. Поэтому мы стараемся избегать вот таких вот уж очень сильно тоновых контрастов. То есть это чтобы не было темное пятно и рядом прям белое пятно. Вот такие вот контрасты, они очень притягивают к себе внимание. Кстати, этот прием можно применять, когда вы хотите что-то подчеркнуть в центр своей композиции. Вот использовать эти контрасты. Но здесь нам они не особо нужны, поэтому мы сделаем обязательно поверх нашей косоты такую вот лессировку. И около свечи особенно. В плане вот этой свечки у нас все освещает. Ну что, уже что-то получается потихонечку. И сейчас, наверное, сделаем занавеску, да? Потому что народ ждет занавески. Это очень интересно. Тоже будем делать лессировками. И не так сложно. Вы поймете, что это вообще. Не так сложно. У нас в студии хоть любовь Анатольевна Маркина. Вот она у нас мастер занавесок. Она нам всем показывает, как делать занавески. Всем делает занавески. Вот ее триптик здесь висит. А Балерина Клюк, по-моему, да? Балерина Клюк, по-моему, да? Тут триптик в чаепитии ее висит. Три картинки. Вот так говорят в сайт, посмотрите. И там тоже занавески классные. Очень хорошо. Там. По ходу работы, если видите что-то, где-то надо добрать. Вот, видите, вот этот рельеф. Не нам ничего переделать. У вас прекрасно. Вот тут вот получилось. Прямо еще пламени нет. Она уже светится. Она уже светится. А занавеску широкой кисточкой. А, да, кстати, да. Хорошо, что сказали. Занавеску лучше подпись к вашей. Да, плоской вообще буду делать. Берем кисточку, широкую плоску или круглую. Ну, широкую. Вот у меня белочка вот такая есть. Можно здесь сделать. И берем наши с вами цвета замечательные. Оранжевый и желтый. И от души добавляем туда белил. Оранжевый, желтый, белил. Должна получиться вот такая вот. Мутненькая, но не плотная. То есть все-таки какой-то прозрачность должна иметь вот эта вот водичка. Теплого цветового оттенка, как раз такого песочного. Очень приятного. И вот отсюда приблизительно, то есть если взять край свечки, да, край вот этой свечки, то она примерно вот так вот и начнется вот с этого места. И наша задача сейчас провести линию. Поставим давайте две точки вот наверху и внизу вот здесь вот. А у нас, наверное, карандаш еще просвечивает, нет? Закрасился? Вот эта вот точечка. Ну, примерно соответствует, наверное, вот этим вот морщинкам на золотой свечке вот здесь вот. И прям такую дугу. Тут что важно? Важно не очень сильно нажимать на кисточку, чтобы задний слой не сильно размывался. А то он сейчас понесет вот эту синеву вот вниз. Это нам не нужно. Кисточку очень удачную. Еще и кисти желательно, чтобы были хорошие. Не только краски и бумага, но и кисточки. Так, опять замешиваем желтый, оранжевый белила. Раз. Отступаем еще раз. Делаем такую дугу этим же замесом. Отступаем еще раз. И желательно не на равных расстояниях, чтобы вот эти складки лежали более естественно. Вот у меня тут получилось прям раз-два-три, но я поправлю немножко. И здесь тоже самое. Вот так, вверх-вниз поплотнее. Вот таким образом. Вот тут можно как-то раз, чтобы кисточка глянула. Не совсем ровно. И по кромочке чуть более выделили. Прям вот таким образом. Пока еще не совсем высохло, чтобы было слитно. Прям по краюшку прошлись вот этим нашим с вами замесом, но чуть больше добавили белил. И вот здесь внизу тоже можно подвыделить, потому что там как раз плотность ткани больше, потому что тут мы ее не расправили, а как раз она такая вся 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 в таких мелких складках. Поэтому вот здесь вот посветлее. И как бы из этого пучка идет наверх. Мажет черный, поэтому надо взять такую плотность, чтобы она и закрывалась с одной стороны, а с другой стороны. Ведите сверху, снизу. Будет мазать наверх, не будет мазать вниз. Если сильно размывается фон, можно снизу вести. Вот как у Елены. И если вот эта охра на синее, ничего страшного. Хуже, когда вот эта вот. Будет вот грязь на низу, да. И вот это вот. Прям вот такими лисировками. Ну, собственно говоря, все. Чуть еще выделим. Сейчас подсохнет немножечко. Ничего даже есть размылось. У нас сама занавеска будет достаточно. Ну, она, конечно, прозрачная. Но, тем не менее, ее цвет все равно закроет подложку. Вот этот вот изначально цвет синий и охра. И поэтому ничего, что размазывается. Оно все-таки должно быть немножко размазываться. Сплошное домашнее ведение. Я постараюсь в следующий раз очень попроще взять. Нет, уж нет. Вы возрастающий пойдет. Город. А, что город. Ночной, а? В перспективе как раз. Ну, можно. Единственное, в следующий раз надо ложиться прям. Чуть складочки подчеркиваем. На гребнях складках чуть-чуть посветлее. Город ночной – это здорово. Хорошо. Единственное, нам надо как-то два занятия уложить. Вот такая легкая занавесочка. Очень красиво. Без таких особых. И вот здесь, вот там, где свечка, она посветлеет. Тут нет этого. Почему? Откроем большой секрет. Потому что занавески не было изначально фотографий. Я уже вставляла ее в фотошопе. И там, конечно, освещения вот этого не было. А так пламя горит, освещает то, что близ лежащей поверхности. А это как раз вот эта вот складочка. Вот, вот она прям. А надо устраивать показательные усилия. Ну, повторяйте. Тут самое светлое место, именно от свечки. Видите, начинает раздаваться фон. И вместо светлых мест, получается, дырки. Ну, ничего. И тут тоже чуть-чуть посветлее, за счет этой нижней свечки. Так, ну, значит, и сейчас мы сделаем вот эти часики. Еще одно отражение. Вот, раздавну. Да, отражение еще. Ну, отражение, если у меня сегодня, то в следующий раз сделаем. Хотим в город. Город хотим. Город хотим. Мы с этим иран делаем. Не сидят там. Давай машина. Да, да, все будем делать. Елочку. Елочку. Давай часики. Готовы? К чего? К часикам. Чащиком. Хорошая занавеска Татьяна получает. Хорошая. И вот. Спасибо, я не плачу слышать. Все размывается. Ну, так, белил побольше. А бабушки будем рисовать? Да, да, да. Или подождать, пока просохнет вообще. Да, да. И тогда не так будет размываться и стараться до одной линии делать. То есть, ну, максимум двумя, чтобы несколько раз по одному и тому же месту у нас не размывалось. Город ночной, да? Ходить в артишок на такой ночной город. Художница Алексеева Наталья. Да. Да. Так. Ну, что. Закончим сейчас часы. Вот эту игрушечку. Потому что это надо. Давайте начнем тогда с верха. Серебряного, вот с этого. Берем коричневый, как мы делаем сложный черный. Берем коричневый, темно-синий. Коричневый и темно-синий. И проходимся прямо по теням. Вот не совсем плотно, как бы тень вот здесь. Оставляем небольшой рефлекс. Там будет охра. Это от отражения от рамы. Вот. Оставляем блики. Вот как бы так прокладываем, оставляя блики. Верхушечка. Блики. Рефлекс. Такой тоже песочный. Такой вот. Вот здесь вот на боку. Вот от этой рамы. Раму, соответственно, сделаем потемнее. Чтобы читался этот рефлекс. Окружение потемнее. Саму вот эту вот пипочку, на которую, в которой крепится ушко, тоже. Ну, чуть-чуть пройдемся. А так сильно не будем его. Чуть-чуть. Угу. Угу. Сейчас. Белилами сделаем блики. Вот здесь. И вот здесь. Тут как бы форма такая, видите? Вот этот вот шапочка заканчивается таким, переходит в такой цилиндр. И поэтому вот здесь вот на стыке тоже есть блик вот этот вот беленький. На стыке этих форм. И вот здесь вот кружочек. Именно вот с вот этого крепления для ниточек. А ушко само прямо белилами чистыми. Раз. Возьмите. Чтобы видно было. Раз. Чтобы видно было, что это елочная игрушка, а не просто... Настоящая. Да. Настоящая там будильня. Что это? Лучная игрушка. Угу. Еще бликов немножко добавляю. От этой свечки. Вот тут вот блики. А вот здесь, как я вам уже говорила, голубой белил с голубым. Вот эти блики белил с голубым. Белил побольше. Голубого поменьше. И тут какие-то рядышком такие искорки. Поверхность такая блестящая. Вот здесь я бы чистыми белилами прошлась вот по этому контуру. Немножечко вот здесь, на циферблате вот здесь. То есть те места, которые повернуты к свету. Вот здесь у нас и так неплохо набрано. Да? Как-то усиливать не будем, наверное. А вот этот серебряный ободок, вот мы охрой закрасили. Немножечко его уведем в тень. Коричневый, темно-синий. Опять у нас получается такой сложный серый. И вот по этому ободочку, но можно охрой немножечко оставить. А внутри сделаем вот этим вот серым. Раз. И с этой стороны тоже самое. И опять же, когда мы это сделали, видим у нас недокрас фона. И мы поправим вот эту вот драночку. Ну это у меня. Кто-то допрашивает сразу. Вот таким образом сверкает все. А вот это золото внутри тоже делаем мы коричневый. Вот сюда еще коричневый. Желтый. Коричневый, желтый. И частично, смотрите, как тут вот таким интересным пятном. Но не в край. Край у нас все-таки вот этот вот наплыв пусть останется светло. Самый-самый край же. А вот эта внутренность, пятнышко такое коричневое. Крыши домика. Но не до конца доходят. Потому что внизу уже в этом золоте отражается поверхность стола вот здесь. И даже где-то там зеленые оттенки внутри этого коричневого. Они такие зелененькие. И внизу по этой охре тоже зеленым идет. Не знаю почему. А, от этой, от елки. Вот. Зеленый внизу. И тут чуть-чуть коричневого. Там такие там поверхность. Такая неровная. Вот есть вот так вот. Потрогнуть. Тут прям под ним. Блин. Ну что-то такое. Да. Какие-то эти. Брат. 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 Да, оно именно засверкает, как золото. А, кстати, вот здесь в тене тоже давайте сделаем такой мазочек. Вот здесь, оранжевая, желтая и белила. Чтобы видно было, что в этом золоте отражается столешница. И оно тоже вот так блестит. чтобы даже еще больше вот этот циферблатик можно сюда чуть вот били точечку поставить это белилась желтенький вот тут у меня очень светлый смотрю вот тут ввести этим вот это вот место это коричневой краски тени у часов тоже можно немножко пролессировать чуть коричневую ближе свечки все осталось у нас на час на часиках на этих циферки просто берем черную краску на чтобы она не у нас не были дыры такие черные давайте немножко коричневую добавим и прям прописываем во-первых стрелочки но когда высохнет вот это вот желточек у нас внутри стрелочки сделать а так черный с коричневым и прописываем циферки вот они здесь но не прямо черным сделано интересно старики будильник игрушка на без пяти как гурченко тут вот точечка прям посередине и стрелочки одна потолще другая потоньше без пяти минут и немножко сейчас циферки чуть подсохнут и мы знаете что с вами сделаем их немножко в стене потому что так они тоже не не должны уж так сильно кричать чуть-чуть я берем и уменьшаю толщину и чуть-чуть я дрессирую как бы тень увожу вот эту часть это немножко было более более естественно чтобы эти циферки не были приклеены а все-таки принадлежали нашей с вами форме сложный вот тут вот стиль потемнее и вот тут вот раз а тут у нас будет вообще елочка сильно сильно но смотрите есть вариант я сделаю там запишу и вам отправлю или же мы на следующий раз займем частично прекрасного городского пейзажа зимнего уже как-то оживляется на давайте а4 потому что нам надо вложиться два занятия ну что как 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 мы с вами давайте вы нам покажете мы потом посмотрим давайте ёлочку вы в записи а бусики уже нарисуем да а бусики потом рисовать надо по ёлке вы начнете одну ветку ёлочку да две ветки во первых да давайте давайте ну в принципе еще минут 15 у нас есть давайте я часть ёлки покажу часть бусиков а потом еще я сниму а да еще отражение но отражение вообще легко темно-коричневый берем немножко оранжевый темно-коричневый елку и прям вот да темно-коричневый нет не зеленый темно-коричневый и оранжевый а мы сейчас нарисуем скелет и рисуем прям вот эти наши с веточки на которые мы как раз и наденем и совершенно верно все правильно сильно много наверно все всех их нам надо будет в иголочки нарядить и вот не забывайте вот тут торчит из 10 часов у нас уже всех надо в иголочке нарядить будет прямо будем то что мы с вами карандашик наметить ну смотрите можете наметить одну там две а сейчас мы иголочки покидаем туда иголочки берем темно-зеленую травяную изумрудную темно-зеленую травяную и изумрудную не две-две смешиваем их собой темно-зеленую и изумрудочку вот такой интересный такой сложный цвет у нас получается кто хочет усилить можно еще синенькой давай и просто начинаем наряжать каждую веточку в иголочке вот таким образом да каждую веточку начинаем обрисовывать иголками прям не жалея вот этого стволика пусть закрашивается где надо он все равно виден а если кисточка такая растрюка на еще лучше и прям вот вот тут направить терпение как рисование ветвей и веточек у деревьев там чем больше вот с таким вот терпением закрашивая прямо где-то закрашивая где-то оставляя вот этот вот направляющий скелет веточку темно-зеленый изумрудный до изумрудочку а у тебя что за краски и где-то искусственно конечно попушистыми но есть и вообще елки-то не очень пушистые это если брать вот эти вот сорта глупые они конечно вот еще тут смотрим где композиционно не хватает не хватает веточек от не явно отсюда не хватает одной веточки я ее до до нарисовываю как бы от стволика вверх но точно не все часть до части я вот нарисовала дальше а еще вот это вот ниточки вот эти вот блестящие но это я вам уже наверное покажу их из дома дальше берем майскую зеленую майскую лимоночку сейчас у нас будут акценты цвета тоновая майскую зелень майская зелень лимонка берица наши любимые в акварели берица многие возмущаются как белила в акварели это невозможно я согласна и с тем и с другим согласны есть техника письма без белил то действительно там не надо принять решили все эти конечно можем сентурально лежит искусственная а я сделала дорисовал по ходу дорисовывайте по ходу прямо вот сюда вот сюда побольше дорисовывайте вот это вот закрашиваю вот этот не оставляем вот это сами вот эти вот ветки да мы дам обязательно закрашиваем из окна потому что не не должен такой ствол в открытии торчать да все-таки в каком-то месте закрытка где-то просвечивает где-то нет а вот эти вот лимоны мы рисуем освещенные вот этой смесью лимонной майской белилами белил побольше а то не прокроют мы рисуем на немаловидные клеточки нету стоп пусть просвещает а ствола да и вот где-то там у нас блестят видите вот такие вот давай галочки не везде но вот этот вот этим вот замесом мы делаем какие-то иголки которые у нас вот на свету а когда я рисовала акварелью без белил вот эти веточки иголочки то я брала жесткую кисточку и протирала до бумаги вот где-то они видите и вот так делаем все лимон и пахнут такие ароматы такие ярко-желтые праздничное настроение ну а не знал и вот какие-то тут частота елочку очень даже и похоже на настоящую вот и какие-то и не хватает если густоты добавляем вот сюда тоже и я еще дома тоже добавлю дорисую эту елочку и мишу на ней тоже покажу так что вот вот фрагмент и какие-то места кстати еще давайте остановимся на стволиках вот какие-то места вот этой вот оранжево-черно чуть-чуть где-то раз более просвечивает раз не везде не везде да да вот именно оранжево ну а где-то прям вот видно свет у него под оранжево и давайте немножко с бельицами потому что иначе он у нас чуть-чуть и не вся прям нитка это ствола а где-то просвечивает где-то не просвечивает так значит елочку еще не забываем подъемка же у нас тень на столе она не висит у нас воздухе поэтому берем коричневый берем синий вот даже можно заметить коричневый синий оранжевую у нас остался коричневый с оранжевым туда немножечко синенького и делаем тень под елочкой то есть столб у нас маркером не очень да то есть ручка не очень а вот таким тонким маркером можно ну тоненько да сложно красочку там вот день ну тут варю много у меня светлых светлых получилось где-то если смотрим много светло немножко лессирует так несколько бусинок и все я вас отпускаю сейчас бусинки охра охра желтый да охра желтый прям густенько так охрой охра и желтый охра это такой вялые листвые осенний такой цвет и такие прям кружочки пусть они будут темненькие потому что потом мы их будем тоже смысл в том чтобы выписать каждую бусинку не не получится сделать там двумя мазками это надо каждую бусинку задание на две недели ну нет смотрите уже половину да все то что мы выставляешь кружочек против не так следующий раз принесете свою красоту неземную вот сейчас нарисовали вот и в этих бусинах один бачок темненький я вы знаете темные темные я беру зеленый и и темно-коричневый беру зеленый и темно-коричневый зеленый и темно-коричневый знаете даже еще синий туда добавлю это чтобы темнее и на каждый но не в самый край а чуть миллиметр от края отступив вспоминая про рефлекс до ставлю темную точку коричневый темно-синий темно-зеленый они они тень берем желтый прям вот прям желтый желтый солнечный вот этот желтый прям густо там берем желтый и каждая вот со стороны света ставим пятно на это еще не все да вот сами пятнышко в каждое вот таким вот желтым можно даже чуть для усиления лимон очки туда давай посветлеем и какие-то бусинки а еще у нас внизу прям вот бордовый почему бордовый потому что все золото она очень любит когда в тени ему рисует бордовым и сразу видно что это золото поэтому вот точечка тогда бордовая внизу под тени у каждой бусинки вот эти бордовые точечки верху лимонной краской точки они прям все переливаются поэтому верху лимонной красочкой все 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 поставили немножечко хватит а теперь берем чистые белила и делаем глики особенно там где горит свет не везде мы будем глики делать наверное был сажен тени от них есть отражение но это так отражением вот бусинка нитка это лимонная лимонная с этим знаете нитку надо сразу же да да нет да это моя ошибка сначала надо было ниточку нарисовать чтобы не мучиться так что да арица ну все а что касается отражения просто берем вот этот вот замес желтая с охрой можно немножечко с белилами и просто рисуем двойное такое мазочки такие не будем там естественно нет да не 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 вот вот именно вот так вот тык 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 все а потом какие-то бусинки видим видим у нас немножечко обвести надо которая вот на фоне особенно окошечко ведь они у нас потеряли на фоне рамы отражение свечки также делаем прям вот давайте сейчас быстренько оранжевым желтым оранжевым желтым и вот два язычка таких раз прям свет на две штучки 1 2 и внутри посветнее на конечно чуть петелек будет сильно сильно мы не будем с вами уж чуть белыми внутри вот так вот не не надо потому что так же ярко как там не надо чуть покороче да поменьше вот сама свечка немножечко даем вот этим коричневым они коричневым а красным сок прекрасный чуть-чуть побольше вниз чуть-чуть вот так вот и следующий бусики сделаем так же это я отсниму все уже может все лимит в принципе не делаю все конечно а 4 а 4 да потому что нас только два занятия осталось я возможно усилию немножечко свечку в отражении опять же я все вам подробно а